Всем начинаем, коллеги. Приветствую вас еще раз. Меня зовут Павел Ким и я являюсь руководителем онлайн-продвижения в компании МТТ. Вкратце пару слов о компании. Можно 2004 года на российском, а 2005 года на зарубежном рынке. Сегодня компания является одним из ведущих игроков в сфере облачной бизнес-коммуникации. В цифрах 170 миллионов абонентов мы обслуживаем в России и за рубежом. Представляем, покрываем экономические номера в 85-ти крупных городах России и 23 года на рынке и 80 крупнейших операторов России. Сегодня тема выступления, как создать единую систему коммуникаций, как снизить расходы на телефонию и как эффективно контролировать все коммуникации в компании. Для примера давайте рассмотрим две модели. Первая модель, это когда у нас единая коммуникация в компании. Допустим, большинство компаний используют IP, телефонию и виртуальную АТС для коммуникаций. Для тех, кто не знает, виртуальная АТС это облачная платформа, которая втеняет все коммуникации внутри компании, позволяет записывать все звонки от клиентов и сотрудников, то есть статистику по всем коммуникациям. И в этом случае у нас сохраняется целостность единой коммуникационной системы. То есть мы все контролируем, все записываем, и все виды процесса мы контролируем. Второй вариант, это когда, допустим, большинство компаний используют помимо IP-телефонии, интеллектуальной АТС, используют также еще и мобильную связь. То есть, допустим, компании, которые, если там не имеют курьеров, либо выездных менеджеров, которые работают в полях. И в этом случае у нас целостность коммуникационной системы, она разрушается, потому что мы не можем записывать мобильную связь, контролировать статистику и так далее. Давайте рассмотрим, какие проблемы у нас есть, если мы рассматриваем вторую модель. Такие поли. Первая поли, когда мы, извиняюсь, когда мы не контролируем мобильную связь, вот самое главное, проблема менеджера – авоид клиентов. То есть, как это бывает зачастую, допустим, сотрудник общается по личному телефону с клиентом, потом сотрудник увольняется и уводит клиентов. То есть, есть такая проблема, и дальше мы рассмотрим этот кейс. Привязанность клиента к одному менеджеру. Потери мобильных флоков и сервера. Допустим, сейчас последний тренд, когда все компании стремятся сохранить один сценарий коммуникации с одним клиентом. То есть, получается, все наши касания фиксируются в CRM-системе. Если мы говорим о том, что клиенты выездные, менеджеры, сотрудники общаются с клиентами по мобильной связи, то эта коммуникация попадает в CRM, потому что мы не можем это записать. А вторая, четвертая проблема – это высокие расходы на телефонию. Соответственно, если у вас много выездных специалистов, менеджеров, то, соответственно, у вас будут высокие расходы на телефонию. Невозможно контролировать разговоры удаленных сотрудников. Соответственно, если, допустим, вы обучаете менеджеров, которые работают в полях, то, соответственно, вы не можете контролировать, как они общаются, доносятся ли они посылы коммерческие до клиентов. Вы это не сможете контролировать. И, соответственно, последняя проблема – нет единого тарифа. Если у вас в компании работают много удаленных сотрудников, соответственно, вам необходимо будет развивать счета на мобильную связь, на IP-телефон, и это все усложняет документамбару. Так, идемте дальше. Все эти проблемы решает как раз наша услуга «SymfMC». Переводится как «Fixed Mobile Convergence». То есть это технология, которая объединяет мобильную связь с офисным АТС. То есть в чем смысл? Вы можете вставить «SymfMC» в любой телефон, и ваш телефон превращается в полноценную АТС. Со всеми возможностями виртуальной АТС. Такими, как запись разговоров, статистика вызовов. И для связи не нужен интернет. Еще один бонус. А теперь давайте для лучшего понимания рассмотрим следующий пример. Представим, допустим, что, например, я являюсь руководителем продаж в банке. У меня устроит задача организовать отдел продаж менеджеров, которые будут работать на выезде, продавать свои банковские услуги. И вторая моя задача – это, если проект будет успешным, все это дело масштабировать в другие регионы. Соответственно, как я получаю бенефиты, если я использую технологии «SymfMC»? Первый бенефит – это выгодная связь. Соответственно, так как мы используем все тарифы по IP-телефонии, соответственно, у нас вся связь внутри компании будет бесплатна. И стоимость звонков тоже будет очень низкая, меньше 1 рубля. Звонки за границу, допустим, в Америку, 2 рубля, за минуту. Второй момент – статистика по звонкам. То есть, конечно же, для меня важно, если я обучаю своих менеджеров, которые работают в полях, важно, чтобы я понимал, кто из них наиболее активен, чтобы я контролировал, как они общаются с клиентом, как они доносят свои посылы рекламные. То есть, я могу это контролировать и улучшать, и влиять на эту коммуникацию. Так, статистика по звонкам. Ну и, конечно же, не упускать клиентов – тоже важный момент, так как, если, допустим, сотрудник, если мой менеджер, клиент, менеджер, не сможет дозвониться, то, соответственно, сразу будет идти переадресация на АВИА, либо на мобильное приложение. То есть, вся коммуникация будет сохраняться, и мы клиентов не упустим. Еще один важный момент. Допустим, если вы обеспечиваете мобильную связь удаленных сотрудников, как это может происходить? Вы им вдаёте какие-то сим-карточки, да? И если сотрудник, допустим, увольняется, то теряется телефонный номер. А если вы используете в нашей технологии, то здесь очень просто. Вы, как руководитель, заходите в свою личный кабинет и просто перенаправляете номер телефона на другого сотрудника. Вот и всё. Вы сам себе мобильный оператор. То есть, вы можете без проблем зайти в свой личный кабинет и настроить абсолютно самостоятельно пару кликов, перенесацию звонков, посмотреть статистику по всем пропущенным звонкам, настроить счета и так далее. Там много очень функций. Будем на этом останавливаться. Пойдем дальше. Так, безопасность клиентской базы. Про это я говорил. Что если, допустим, сотрудник увольняется или его вводит, вы просто переводите номер на другого сотрудника, и все контакты у вас сохраняются. Всё в одном окне. Я говорил про то, что вы имеете единый счет за мобильную, за корпоративную связь. Поэтому для бухгалтера это тоже большой бенефит. Просто оставляется один счет и всё. Преимущество для сотрудников. Все сотрудники внутри корпоративной сети общаются бесплатно по коротким номерам. Имя коллеги. Если, допустим, коллега позвонил на телефон, соответственно, уводится его короткий номер и имя. Отображение офисного номера у клиента. Допустим, если все ваши удаленные сотрудники звонят клиенту, то, соответственно, у клиента отображается единый офисный телефон компании. Кстати, еще важный момент. То, что я вот сказал про пример. Если, допустим, я... У меня будет задача масштабировать проект и обучить своих менеджеров в других регионах. Соответственно, раньше мне нужно было с этим гарнитуру, аппаратуру, то их обучать. А сейчас для организации связи мне нужно просто отправить им сим-карту. И всё. То есть человек получает сим-карту, вставляет телефон, и он уже подключен к единой корпоративной сети. Это очень удобно и быстро. Преимущество для клиента. Ну, то, что я говорю, клиент определяет единый номер компании, и клиент всегда сложно звониться до сотрудника. Тоже очень важный момент. Допустим, весь клиент, если менеджер не ответил, то, соответственно, он переводится на номер компании, и там отвечает ему другой сотрудник. Так, идёт дальше. Так, пару кеселям расскажу, свежих. Значит, там родилась компания. Компания занимается ремонтными услугами в Москве. То есть у них, получается, в штате 40 человек, и 25 человек на удалёнке. Так правило, прорабы, мастера и так далее. У них была проблема номер один, это прорабы уводили клиента. То есть, ну, там договаривались и выполняли там ремонт самостоятельно. Вторая проблема у них была в том, что прорабы не всегда оперативно отвечали клиентам и докладывали о статусе ремонтных работ. И третья проблема, так как очень много удалённых сотрудников, то была высокая стоимость затрат на телефонию. Соответственно, после использования технологии CMFMC у вас снижены расходы на связь на 30% и в два раза сократилось количество пропущенных звонков. Потому что, допустим, если клиент звонит в прорабу, да, в данном случае, то телефон сразу же, звонок переводится на отдел контроля и качества. Соответственно, там уже клиенту рассказывают, что всё нормально с вашим проектом, не стоит переживать. Ну и у них там в два раза уменьшилось количество жалоб от клиентов. Стоимость услуги, подключение услуги CMFMC у нас в рамках пакетов бесплатно, подключение сим-карт тоже бесплатно. У нас дефекация по пакетам, то есть вы покупаете пакет, который к вам подходит, и просто заказываете услугу CMFMC и вам вызываете сим-карту. Ещё хочется рассказать пару слов о нашей платформе МТТ, так как сегодня человек не смог подопередить, который должен пройти кейсы рассказать. Вкратце, у нас также есть отдел разработки в компании, который внедряет, допустим, сложные сценарии для клиентов. Допустим, если вам нужно продумать, внедрить сложные сценарии взаимодействия с вашим клиентом, то мы это сможем сделать.